Сегодня в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена отмечается Международный день детской книги. А у нас в гостях человек, который тоже пишет для детей, писатель Елена Ожич. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. В какой момент вы поняли, что будете писать и именно для детей? Ну, конечно, я никаких таких судьбоносных решений не принимала. Каких-то вот мыслей, что вот всё с этого дня я пишу для детей, не было. Ну, писать я начала ещё в школе, в студенчестве, но это были стихи. А какие-то мысли, так скажем, детские, по поводу детских произведений, они стали появляться, когда моей старшей дочери исполнилось, ну, примерно 6 лет. То есть это уже больше 10 лет назад. То есть, ну, во-первых, у меня, как у мамы, появилось какое-то время, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Вот, например, мы гуляли вместе, она занималась своими делами, друзьями, играми. Я сидела на скамейке, ну, и как бы я наблюдала, а голова работала, что называется. И потом я поняла, что мысли, они складываются в какую-то сказку. Я её записала на какие-то там обрывки бумажек, блокнотов. Потом был у меня период, когда я оставалась без работы. И вот в ту зиму я как раз решила оцифровать все свои рукописные архивы. И потом подала эту сказку на краевой издательский конкурс. И она была издана вместе с другими произведениями в книжке «Как я ничего не ела». А много ли у вас собственных книг? Не сборников, а книг? Ну, это мой сборник. То есть, ну, да, уже полтора десятка получается. Полтора десятка? А сложно ли сейчас издавать, ну, вот в целом книги, ну, и в частности детскую литературу? Издавать вообще несложно, наоборот, легко. Сложно издавать, если ты хочешь издаваться на каком-то хорошем уровне. Например, чтобы тебя издало какое-то большое издательство в хорошем качестве, в красивом оформлении. Вот. Это, да, это сложно, потому что издательство, как я понимаю, самотек не читают. Почту, наверное, теперь... Ну, не знаю. То есть у меня, конечно, были случаи, когда меня издавали и большие издательства, но, как бы, я решила, что вот в крае, как бы, я смогу увидеть, во-первых, читателей, смогу с ними встретиться, смогу ответить на их вопросы. Я есть в социальных сетях. Пока не время, наверное, мне еще, наверное, выходить на какой-то большой, совсем большой уровень, так скажем, высшую лигу детских писателей. Но, как бы, все происходит, как должно случаться. Я знаю, что некоторые авторы, в частности, барнаульские, чтобы издать книгу, берут кредиты. Нет, у меня таких историй не было, но я могу сказать, что я попробовала разные варианты издания. Ну, во-первых, это участие в каких-то конкурсах. В краевом конкурсе дважды я участвовала, трижды я участвовала, дважды побеждала. Две книги изданы по краевому конкурсу. Есть сейчас много конкурсов, информация о которых размещена в сети. И это конкурсы, которые проводятся либо в других регионах. Вот, например, в конце 17-го года я выиграла в конкурсе «Серая шейка», который проводится на Урале. И приз был в здании детской книги. Потом, весной прошлого года, я решила попробовать выложить на портал Литрессом сдать свою рукопись. И пока я там разбиралась и выкладывала, я увидела, что у них там висит баннер, проводится конкурс, вот прямо сейчас принимаются работы на конкурс детской и юношеской книги. Я отправила, там был этап жюри и этап читательского голосования. Но тоже вот по итогам мне напечатали небольшой тираж книги. Я пробовала метод краудфандинга. Это когда предзаказ, и ты постишь информацию от твоих знакомых, друзья, знакомых, знакомых готовы купить будущую книжку. Наверное, еще есть какие-то способы. Кто ваши первые читатели? Критики или все же родные дети? Ну, во-первых, да, родные дети. И у меня есть еще, так скажем, такой круг доверенных лиц. Это люди, которым я доверяю, которые я знаю, что, во-первых, они скажут всю правду. То есть они не будут там дорожать дружбой со мной и говорить мне какие-то приятные вещи. При этом это люди грамотные. Некоторые из них, ну, во-первых, есть среди них такие старые закалки учителя, моя учительница русского языка и литературы, художники, библиотекари, корректоры. Ну, то есть все люди, которые вот так или иначе работают с текстом. И, ну, я знаю, что они вот за словом в карман не полезут, и если там будет за что поругать, что отметить, и они могут это высказать, так скажем, в духе конструктивной критики. То есть я не люблю, когда ругают, и так, что становится обидно. А я прислушиваюсь, когда что-то говорят, и я понимаю, да, действительно, это поможет улучшить текст, это действительно какая-то нелогичность, мне указывают на нее. Вот. И вот такие комментарии я благодарна. Современные дети вообще читают книги сейчас? Читают. Они не вылазят из гаджетов, телефонов. Или вот тут электронные книги – это тоже книга? Ну, моя старшая и младшая дочь, они обе читают, но младшая еще пока без гаджетов, а старшая читает и бумажные книги, и электронные. Дети читают какие-то свои книги, у них, конечно, свой выбор, и свой выбор должен быть у каждого человека. Нам же, взрослым, никто не заставляет говорить, читайте вот это, а вот это не читайте. Но и дети, они тоже должны быть как-то… Ну, надо им, конечно, помогать ориентироваться, там, во-первых, самим читать, как-то приобщать их к чтению, вводить в магазины книжные, говорить, вот, бери, что хочешь, смотри, тут сколько всего интересного. Там, вводить в библиотеки. И моя младшая дочь записана, например, в библиотеку имени Крупской с двух лет. Конечно, мы приходили туда поиграть, взять книжки, посмотреть картинки, но не то, чтобы я там какую-то программу себе задаю, что вот надо детей учить читать. А просто, ну, вот какие-то такие действия, ненавязчивые, неназойливые. Ну, просто, ну, вот я сама записана в три библиотеки, я люблю ходить. Я понимаю, что я не могу купить все книги, у меня нет столько денег, и мне некуда их ставить в таком количестве. Но в библиотеках я могу их брать вот хоть каждую неделю, если успевать читать. Слушайте, еще один такой вопрос, наверное, сложный для вас покажется. Темы-то для своих произведений вы где берете? Дети подсказывают. Да, сложно, я поняла ваш вопрос. И не дети тоже подсказывают. Вот, например, та книжка, которую мы издавали методом краудфандинга, это сборник стихотворений, ревень и щавель, стихотворение при ударении. Там идея была подсказана Анталией Николенковой, которая вот меня так покритиковала за один стишок в сети. Я начала ей отвечать разными другими стишками. И в итоге вот так мы насобирали на сборниках стихов и денег. Так, понятно. Но ведь надо мыслить, наверное, как ребенок, смотреть на мир его глазами. Или это не обязательно? Наверное, нет. Я думаю по-другому, что люди, они не как дети или как взрослые мыслят. Люди мыслят кто-то аудио, люди звука, и мыслят через музыку. То есть я, например, не могу представить, как у композитора рождается мелодия. Он ее сразу в виде значков получает или как, в виде мелодии или еще как-то. То есть художники, люди визуальных образов. Есть также люди текста. И то есть со стихами тут вообще все просто. Прилетает какой-то так кусок, в котором есть недостающие фрагменты. И надо методом, ну как будто головоломку собираешь. Надо так сделать, чтобы сам понял, что это здорово получилось. Вообще же дар должен быть. Я не знаю, недавно я называю это способ отражения действительности. Кто-то вот через техническое творчество, через конструирование, через одежду, через грим, через свои какие-то другие таланты. Но у меня просто текст. О чем сейчас пишите? Или пока вы взяли паузу? Может задумки какие-то есть? Ну, то есть я, так скажем, недавно закончила рукопись. Не буду говорить, потому что это секрет. И это будет литературная мистификация. И я жду, получится, не получится. То есть она, так скажем, прорусскую литературу для школьников. Ну, есть еще, конечно, задумки, но я все-таки пока не буду говорить. То есть есть у меня рукописи, которые еще лежат неизданные. Их тоже надо как-то... Ну и вот совсем недавно мы закончили работать над звездономикой и астрономией. Потому что весь 17-й год я ее писала. 2018-й год мы ее проверяли с разными учеными, учителями физики, космонавтами, кандидатами наук. Вот. Верстали, оформляли и вот напечатали ее, можно сказать, совсем недавно. Ну и как бы вот... Ну, все-таки надо брать какие-то паузы. Елена, спасибо за это интересное интервью. С праздником. Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо.